Светлана Юрьевна Кулина, она у нас представляет неожиданно Красноярский край, институт имени весьма известного и уважаемого, и отдельной строчкой нужно отметить, институт имени Валентина Феликсовича Война-Ясенецкого. Это удивительный врач, который получал сталинскую премию, и в газете «Правда» он был в сутане, потому что он был священником, и сидя в Красноярском крае, он получал несколько раз по голове за то, что он продолжал отпускать службу. И он в какой-то момент был в Енисейске, и оттуда его отправили подальше, потому что он посмел открыть какую-то часовню или церковь, и там, значит, провести службу. Ну, сейчас он в лиге святых, а? Совершенно верно, так и есть, да. Мы как раз шерстуем как раз над этой больницей, где он работал, да, он и в 10-й школе в АК-госпитале работал, Ну, и действительно, то есть вот место, это теперь у нас знаковое, это намоленное место, куда мы поездим туда не только вот сами профессора, мы берем с собой студента, в день смерти Война-Ясенецкого тоже самое приезжаем туда, чтобы оказать не просто... В Енисейске? Да, но чтобы не просто почтить память, но чтобы оказать помощь одновременно пациенту. Ну, туда же 300 километров, по-моему, или 200, да? Только для этого мы можем выезжать, и это делаем, да, причем со студентами и ординаторами. Понятно, ну, я там тоже был, так что... Хорошо. Вот, значит, заведующий кафедрой факультетской терапии, 180 дней для пациентов в пусковидном периоде. Пожалуйста, Слава. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела бы сказать, что та тема, которую я сегодня представляю, 180 дней для пациентов в пусковидном периоде, я думаю, будет очень интересна не только для нас, докторов, но и, конечно, она является очень важной для наших пациентов. Если мы с вами посмотрим на данный слайд, вот здесь представлен ретроспективный анализ чистоты сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с COVID-19. Причем в верхней части слайда, если вы обратите внимание слева направо, указаны международные исследования. Вот ретроспективный анализ, полученный более чем в 500 госпиталях Китая на 1500 пациентов, показал, что 25% этих пациентов с COVID-19 имели сердечно-сосудистую патологию. Итальянская когорта больных с COVID-19 также указала, что среди 22 500 пациентов практически 30% страдали ишемической болезнью сердца, фибрилляция предсердий 25%, острое нарушение мозгового кровообращения почти 10%. Тот же самый анализ, проведенный в 12 госпиталях Нью-Йорка, также показал, посмотрите, какой высокий процент. 57% пациентов страдали артериальной гипертонией, ишемическая болезнь сердца 11%. Очень интересное исследование Глыбочка Петра Витальевича, это ректор Первого Московского медицинского университета, в котором было показано, что ретроспективный анализ больных с COVID-19 у нас в Российской Федерации, в стационарах УРИД Российской Федерации, выявил сердечно-сосудистые заболевания более чем у 60% пациентов. Таким образом, COVID-19 это не только заболевание, которое любит респираторную систему, это заболевание, которое прежде всего и одновременно приводит к патологии и сердечно-сосудистой системы. На Конгрессе кардиологов, Российский национальный конгресс кардиологов, в 2021 году был один очень интересный доклад «Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему». И вот это данные одного из исследований. У пациентов с COVID-19 острое повреждение миокарда было диагностировано от 6 до 25% пациентов, было изучено почти 1000 пациентов, венозная тромбоэмболия 25%, тромбоэмболия легочной артерии 19%, сердечная аритмия 18%, острый коронарный синдром почти 25%. Когда мы хотим понять, как все-таки работает вирус SARS-CoV-2 в организме пациента, мы должны понимать, что существует как бы два направления действия вируса. Это прежде всего обострение тех сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые есть у пациента, и, несомненно, это специфический вирус, ассоциированный к повреждению миокарда. В течение последних двух лет международная литература полностью уже появилась вот такое выражение «экьют COVID-кадиоваскилосиндром», острый COVID-19, ассоциированный с сердечно-сосудистым синдромом. Этот термин предложен Хендерин и соавторами, и сейчас полностью распространился в мировой литературе. Таким образом, при COVID-19 возникают самые различные сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, такие как сердечная аритмия, миокардиальные повреждения, выпадной перикардит, склонность к тромбообразованию, отсюда тромбонарушения в виде острых коронарных синдромов, тромбоэмболии легочной артерии и острого нарушения мозгового кровообращения. То есть запускается сердечно-сосудистый континуум, который разворачивается во всей красе у пациента с COVID-19. Когда мы оцениваем лабораторные данные пациента с COVID-19, в частности в острый период, мы можем увидеть рост активности фактора фонбилибранта, конечно, рост содержания фактора фонбилибранта и ассоциированного с ним восьмого фактора свертывания крови. Но самое важное, что даже спустя шесть месяцев после того, как пациент перенес COVID-19, все эти показатели могут оставаться в таких же значениях, может быть, немножечко снижены от тех значений, которые были исходны. Поэтому у пациентов с COVID-19 несомненно нужно определять тромбогенные факторы риска. И на данном слайде представлены вот эти 10 тромбогенных факторов риска, я их очень быстро постараюсь озвучить, это, конечно, любые сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Это избыточная масса тела, сахарный диабет, возраст старше 55 лет, системные заболевания легких почек печени, перенесенные ранее эпизоды тромбоза, несомненно онкологические заболевания, прием оральных контрацептивов, конечно, генетически детерминированная тромбоферия, но и курение гиподинамии. То есть вот эти факторы тромбогенного риска у пациентов с COVID-19 требуют назначения дезагрегантов в обязательном порядке. Ну и понятно, что у всех пациентов с COVID-19 вот эти вот показатели лабораторные в виде дедимера, фибриногена, продуктов деградации фибрина, ПТИ, ПТВ, фактора 8 тромбоцитов должны определяться не только в острый период COVID-19, но, как я уже сказала, что спустя 180 дней после перенесенного COVID. Патофизиологические механизмы развития сердечно-сосудистых осложнений, как я уже говорила, объясняются двумя путями. Это, несомненно, прямое повреждающее действие вируса на эндотелии. И второй важный момент – это гиперкоагуляция. Через повышение активности тромбоцита, фактора веребранта, ингибитора тканевого активатора плазминогена и микро- и макротромбоза. При COVID-19 развивается эндотелиальная дисфункция и так называемый иммунотромбоз. В этом иммунотромбозе очень активно участвуют моноциты, нитрофилы и тромбоциты. Давайте посмотрим, что же происходит в моноците. Посмотрите, П-селектин. Эндотелиальный П-селектин, который в норме находится в эндотелии, соответственно, в так называемых гранулах Вайбеля-Паллада, как только появляется вот такой агент патогенный, он начинает активироваться, он начинает экзоцитироваться из эндотелиальной клетки на поверхность ее. И благодаря этому моноцит адгизируется вот сюда к эндотелию. Одновременно активируются, вы видите, рецепторы распознавания образа, причем именно цитоплазматические рецепторы распознавания образа. Это ведет к активации, к образованию инфломосом. Что же такое инфломосомы? Это многобелковый олигомерный комплекс, отвечающий за активацию воспалительного ответа. Именно благодаря инфломосоме начинают активироваться провоспалительные цитокины, интерлейкин 1-бета, интерлейкин 18. Вот какова роль моноцита в данном случае. В последние годы очень активно сейчас изучается так называемый нейтрофилы-релизинг-НЕЦ, то есть так называемая функция нейтрофилов в виде создания так называемых внеклеточных нейтрофильных ловушек, которые состоят из нуклеиновых клеток и ферментов, и вы видите, они захватывают любую из патогенов. Так вот, активация моноцитов, нейтрофилов приводит к активации внешнего пути коагуляции и на активации естественных антикоагулянтов. Вы видите, к тромбозам, благодаря тому, что образуются так называемые монетные столбики в виде микрососудистого тромба. То есть тромбоцит начинает активироваться. Вы видите, перед вами активированный тромбоцит, который имеет так называемые выросты, и дегрануляцию. Именно благодаря этим выростам тромбоциты соединяются друг с другом, образуя микротромб. Что же происходит у нас в центральной нервной системе? Ведь у нас практически сердечно-сосудистая система задействована полностью. Вы видите влияние патогена на нейровоскулярную единицу. Происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, конечно, гипоперкузия головного мозга и нейровоспаление. Отсюда и развитие острых нарушений мозгового кровообращения. Таким образом, при COVID-19 эндотелиальная дисфункция, которая запускает процесс, далее определяет весь патологический каскад в виде тромбообразования, эндотелиопатии и иммуновоспаления. И поэтому мы должны, несомненно, когда мы имеем больного с COVID-19, действовать как на эндотелиальную дисфункцию, так и на системную кагулопатию. Какие же препараты нам следует брать? Мы знаем, что пациенты с COVID-19 и пациенты, имеющие заболевание сердечно-сосудистой системы, это, конечно, коморбидные пациенты. Поэтому это целые, но не менее пяти групп препаратов, которые стоит нам использовать. И в центре, как я сейчас указываю, это дезагреганты. То есть препараты, которые как раз обладают эффектом убирать вот эти микроваскулярные тромбы. Перед вами одно из очень интересных исследований, когда у пациента с COVID-19 патологии сердечно-сосудистой системы на 14-й день отменили прием ацетилсалициловой кислоты. Посмотрите, вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф, эта красная кривая, возросла в 4 раза. Российский препарат, препарат Тромбитал, дезагрегант. Хотелось бы более детально остановиться на этом препарате в группе антиагрегантных средств. Препарат Тромбитал содержит именно желудочно-растворимую форму ацетилсалициловой кислоты, которая имеет лучшую биодоступность, чем кишечно-растворимая форма и рекомендована Всемирной Организации Здравоохранения. Дозы от 75 до 150 мг. И препарат Тромбитал, самое главное, содержит еще дополнительно оксид гидроксид магния. Что же обеспечивает гидроксид магния в нашем организме, входящий в состав Тромбитала? Во-первых, быстрое начало действия этого препарата. Несомненно, защитный эффект на слизистую желудка, продолжающийся в течение всего времени воздействия ацетилсалициловой кислоты на слизистую желудка. Высокая способность к нейтрализации кислоты, отсутствие системных эффектов и воздействия на тонус сфинктеров желудочно-кишечного тракта. Кроме того, благодаря гидроксиду магния не оказывается влияние на обмен фосфора и, соответственно, не вызывается поражение почек и костной ткани. Если мы с вами посмотрим на показания к назначению Тромбитала, посмотрите, это первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, таких как, допустим, острая сердечная недостаточность при наличии определенных факторов риска, о которых я уже говорила, тромбогенных факторов риска. Это и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, то есть профилактика повторного инфаркта миокарда, тромбоза кровеносных сосудов, профилактика тромбоэмболии после хирургических вмешательств на сосудах и ишемическая болезнь сердца в виде нестабильной и стабильной стенокарди. На данном слайде вы можете увидеть преимущества желудочно-растворимой формы ацетилсалициловой кислоты с гидроксидом магния препарат Тромбитал в центре по сравнению с обычной формой ацетилсалициловой кислоты и синий столбик кишечно-растворимая форма ацетилсалициловой кислоты. Посмотрите, в 9 раз снижается риск побочных эффектов по сравнению с обычной формой ацетилсалициловой кислоты, если используется Тромбитал. В 2,6 раза снижается риск побочных эффектов по сравнению с кишечно-растворимой формой ацетилсалициловой кислоты. То есть преимущество именно за желудочно-растворимой формой ацетилсалициловой кислоты. Биоэквивалентность очень важна. Поскольку мы понимаем, что препарат Тромбитал – это российский дженерик, его сравнивали с оригинальным препаратом кардиомагнил. Давайте посмотрим результаты сравнения. Перед вами медиана концентрации того и другого препарата на первом этапе, и вы видите второй этап. Так вот, вы видите, что кривые практически идут одновременно. Именно поэтому европейско-американские регуляторные агентства при доказанной биоэквивалентности считают препараты эквивалентными и терапевтическими аналогами. Давайте еще посмотрим на преимущества Тромбитала перед другими дженериками. Если вы посмотрите вот в центральную часть таблетки, это действующее вещество. У Тромбитала составляет почти 78%, у других дженериков всего 46%. Именно поэтому биодоступность препарата 70% по сравнению с другими дженериками, биодоступность которых составляет от 50% до 68%. Доза препарата. Несомненно, назначение зависит от веса пациента. Если вес пациента до 80 кг, назначаем ацетилсалициловую кислоту 75 мг и гидроксид магния 15,2. Как только вес пациента более 80 кг, удваиваем дозу. Ацетилсалициловая кислота 150 мг, гидроксид магния 30,39 мг. При COVID-19 необходимо назначение не только антиагрегантных препаратов, мы должны обязательно работать с эндотелиальной дисфункцией. То есть вот это два важных направления, которые необходимы в лечении пациентов с данной патологией. И поэтому в данном случае я предлагаю рассмотреть препарат Ангионорм. Еще один российский препарат, являющийся ангиопротектором. Но кроме того, что он является ангиопротектором, он действует на АДФ-зависимый путь агрегации тромбоцитов и коллаген-зависимый путь агрегации тромбоцитов. Чуть позже я приведу клиническое исследование, которое это доказало. То есть таким образом этот препарат обладает несколькими эффектами. Препарат Ангионорм это оригинальный запатентованный системный ангиопротектор. Вы видите перед вами патент на данный препарат. Еще раз повторюсь, что это российский препарат. Уникальный четырехкомпонентный состав. Вы видите, содержит боярышника плоды, шиповника плоды, каштана конского обыкновенного семена, солодки, корни. То есть флавоноиды плюс витамин С плюс СЦ. 100 миллиграмм сухого вещества. Обладает широким спектром фармакологического действия. Улучшение микроциркуляции, венотонизирующие, ангиопротекторное действие, антиоксидантное. И очень важное действие, о котором я сегодня еще раз буду говорить, это дезагрегат. В составе комплексной терапии, поэтому этот препарат следует использовать в том случае, если имеет место повышение агрегации тромбоцитов, нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции, и нарушение венозного кровообращения. А вот одно из исследований, это исследование Корсун и Савторов, оно было представлено на Всероссийской научной форуме по кардиологии. Вы видите, что в левой части исследования, это пациенты с хроническим тромбофлебитом 3-4 стадии, в левой части здесь указаны пациенты с постинфарктным кардиосклерозом. Два вида столбиков – до лечения и после лечения. У пациентов с хроническим тромбофлебитом 3-4 стадии более чем у 90% пациентов, вы видите, статистически значимые реакции. Уменьшилось значимое сжение в области конечностей, появились, соответственно, значительные улучшения в области уменьшения судорог и снижения боли в икроножных мышцах. У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом был отмечен также регресс боли в ногах, уменьшение одышки и общей утомляемости. Одно из интересных исследований было представлено Барбара Шорга Леонидовна, это член корреспондент Российской академии наук, директор Института сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии города Кемерово и соавторами. Посмотрите, они оценили именно антитромбоцитарную активность препарата ангионорм в комплексной терапии больных нестабильной прогрессирующей стенокардией. 62 пациента, средний возраст до 60 лет плюс-минус. Пациенты были разделены на две группы. Основная группа пациентов, 31, получали базисную терапию плюс ангионорм, и контрольная группа получала только базисную терапию. Очень хорошо, что здесь действительно были проведены целый ряд лабораторных исследований у той и другой группы пациентов. Верхняя часть этой таблицы – это пациенты, которые получали базисную терапию и ангионорм. Давайте посмотрим на уровень значимости. Так вот, через 10 и даже и тем более через 20 дней терапии в комплексной терапии плюс ангионорм наблюдалось статистически значимое уменьшение АДФ-индуцированной агрегации. И вот еще одна статистическая значимость – коллаген-индуцированной агрегации. То есть терапия препаратом ангионорм – это не только ангиопротекторное действие, это еще и действие дезагреганта, что является очень важным. Используется этот препарат упаковка на курс внутрь по одной таблетке 3 раза в день, точно так же, как использовали в Кемеровском институте сердечно-сосудистой хирургии. Продолжительность курса лечения до 3 недель. Разрешается увеличение разовой дозы препарата ангионорм до 2 таблеток 3 раза в день в случае хорошей переносимости и доказано хорошее применение с другими лекарственными средствами. Таким образом, уважаемые коллеги, я хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание на том, что лечение пациента COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания у этого пациента – это не только лечение в острый период. Очень важным является и так называемый постковидный синдром, который длится 180 дней и более. Поэтому этот пациент должен быть всегда под нашим вниманием, поэтому оправдано именно диспансерное наблюдение и адекватное лечение этих пациентов. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос. Можно ли при подозрении на острый коронарный синдром на догоспитальном этапе применить тромбитал, например, в дозе 300 мг или лучше чистую ацетилсалициловую кислоту? Значит, уважаемые коллеги, на догоспитальном этапе лучше применять не тромбитал, который содержит еще одновременно оксид магний, а чистую ацетилсалициловую кислоту. А уже в госпитальном периоде, точно так же, как мы применяем кардиомагнил, вы точно так же применяете тромбитал. Вы же помните, что когда мы применяем ацетилсалициловую кислоту 300 мг, мы должны еще ее разжевать и запить, соответственно, теплой водичкой или погорячее, чтобы был гораздо быстрее эффект. Значит, только на госпитальном периоде при ОКС. Так, еще вопросы. Что-то со звуком стало тихо. Ну, друзья мои, я еще раз повторяю, это на стороне всегда вашего компьютера со звуком. Что-то у вас там. Потому что все говорят громко, и все друг друга слышат. Так, ну, если вопросов нет, тогда мы должны поблагодарить Светлана Юрьевна за выступление. Спасибо. Я думаю, что речь идет об отечественных препаратах. И это принципиально важно. Тем более, что один из них воспроизводит большой спектр западных флавоноидов, которые довольно широко применяются. Ну, например, детролекс всем известный. Это примерно то же самое. Вот тут какие-то вопросы пошли. Тромбитал с прямыми оральными антикоагулянтами. Сочетали ли вы? Хочу сказать, что да. Значит, это вполне оправдано. Точно так же, как мы кардиомагнил сочетаем. В том случае, если у пациента имеется фибрилляция предсердий плюс острый коронарный синдром, мы, несомненно, должны применять ту терапию, которая положена. Поэтому сочетание возможно не только кардиомагнила с прямыми оральными антикоагулянтами, но и тромбитала, как дженерика, причем показавшего свою биоэквивалентность. Ну, не могу согласиться категорически. Мы всегда больным с назначением антикоагулянтов в обязательном порядке отменяем антикоагреганты. Двойной удар по свертывающей системе крови выдерживают далеко не все. А кровотечение на этом фоне, к сожалению, бывает очень тяжелым. Ну, у нас рекомендации при остром коронарном синдроме фибрилляции. Не могу ничем помочь с рекомендациями. Могу только сказать, что наш опыт лечения уже 7 тысяч пациентов с острым ковидным и постковидным синдромом антикоагулянтовым показал, что кровотечений не бывает вовсе. Ну, практически нет. Но до того, как мы имели огромное количество тяжелейших кровотечений при сочетании антикоагулянтов и антиагрегантов. Поэтому наша точка зрения абсолютно категорична. Ни в коем случае отменяйте антиагреганты, ведите больных на антикоагулянты. Пациент 56 лет, постковидный синдром, общий анализ крови, биохимия в норме, чуть липидный профиль нарушен, гемостазиограмма в норме, антитромбин протеин СС повышенная, индекс массы тела более 30, курящий, нужна ли АК и дезагреганты? Да, дезагреганты здесь нужны, потому что уже есть изменения в свертывающей системе крови однозначно. Уже мы даем в любом случае. Ну, мы даем антикоагулянты. Ну, вот мы даем... Антикоагулянты. Да, понятно. Мы даем дезагреганты. Вот. Еще вопросы? Ну, давайте мы будем заканчивать, потому что время вопросов уже вышло. Спасибо большое. Благодарю вас. Да, я благодарю вас и благодарю особенно за то, что вы выступаете, мягко говоря, в неурочное для вас время. Ничего страшного. Нет, действительно, почту за честь действительно участвовать в таком важном... С удовольствием будем вас приглашать. Спасибо. Тем более, что вы видите, географию я вначале называл, откуда вот еще Бишкек тут присоединился, уже под конец написал, что тоже присутствует. И наши вебинары потом просматриваются тысячами слушателей. То есть это огромная школа, и мы с удовольствием всегда слушаем не только москвичей, но и представителей других школ. Учитывая, что Красноярский край – это все-таки немаленькая школа. Вот. Отец очень много работал с Гетельзоном. Известный вам, наверное, человек, да? Конечно, конечно. Вот. Он только что умер недавно. Вот сейчас мы «Некролог» будем публиковать. То есть эти связи, они очень давние, очень прочные. И Красноярску великий привет. Еще в студенческие годы работа устроил там дороги. Так что у нас в понедельник 80 лет воздух. Благодарю. Спасибо. Благодарю.